Ярослав Веров 35 лет Официант-сержант, 23 года Голоса, радиоголоса, пьяница Действие первое Явление первое Небольшой тир В тире генерал Он сильно пьян, но кладет выстрел за выстрелом по мишени Короткие красные импульсы свидетельствуют, что все они в молоко Генерал раздраженно Дерьмо собачье Швыряет в угол разряженный эргострел, берет в руки магнум парабеллум Тщательно целится, стреляет Желтый цвет, стреляет Зеленый Ага, что я говорил? Кинетическое оружие есть кинетическое оружие Ныне и пресно Голос референта Господин генерал, к вам посетитель Генерал Кого там черт принес, да но хер Голос Профессор Иван Ведров Генерал Какого хрена? Ладно Запустишь через пятнадцать минут Голос Есть через пятнадцать Генерал выходит из тира в кабинет Двери в тир превращаются в зеркало Расчесывается, одергивает китель Покачиваясь, скептически разглядывает свое отражение Генерал Дерьмо Опять нажрался Антидот принять надо Достает из сейфа таблетку Кидает в рот Энергично трет щеки Смотрит на часы Входит профессор Профессор Ба, Джонни Сколько лет, сколько зим Генерал Садись Профессор С удовольствием Генерал Чего тебе, Ваня Профессор Сто раз тебя просил Иван С твоим саксонским акцентом Хорошее русское имя Ваня Звучит как Ваня Генерал Тогда, парень, я тебе тоже Не Джонни Твой вшивый славянский акцент Профессор Сдаюсь, сдаюсь Помнится, в вонючем белорусском болоте Лет сорок назад нам было не до политосов Генерал Твое счастье, что у меня тогда вышел боекомплект Профессор Передразнивая Твое счастье, что у меня тоже вышел боекомплект Генерал Короче, докладывай Профессор Имею счастье доложить Господь Бог, как говаривал старик Эйнштайн И играет в кости Генерал Кто такой этот старик Эйнштайн? Профессор Машет рукой А, был один в двадцатом эдак веке Генерал О-о-о Профессор Физик В общем-то, как физик он был так себе Ободрал великого Пуанкаре Приспособил разработанный математический аппарат Для своей сомнительной теории Участвовал в ядерном проекте Но в одном оказался совершенно прав Господь Бог таки не играет в кости Генерал Ваня Профессор Со значением Иван Не горячи Все по порядку Значит так Мы с тобой два старых пердуна Генерал Спасибо Профессор Пожалуйста И нам с тобой терять нечего Мне через год вообще светит безлимитка Ты знаешь, что такое безлимитная пенсия, Джон? Это медленная смерть Генерал Все там будем Профессор Все же хотелось бы попозже Есть шанс, Джон Шанс отличиться Крупно и беспроигрышно сыграть Генерал Какой шанс? Профессор Воздев палец Господь Бог! Генерал Не играет на бильярде Иван Черт бы тебя побрал Если не хочешь, чтобы я указал тебе на дверь Профессор Все, все, все Преамбулы закончились Перехожу к делу Джон Ты хорошо помнишь десант на Бергею? Генерал Ты все-таки решил надо мной поиздеваться Профессор Ничуть Я серьезен, как Тутанхамон в своем золотом гробу И так повторяю вопрос Генерал В ярости Еще бы мне не помнить Иван Какого хрена? Профессор Невозмутимо Рассмотрим ситуацию в деталях Поправь меня, если я где-то ошибусь Десант осуществлялся силами трех дивизий космопехот И одной приданной бронедивизии на 15 орбитальных ботах Генерал Шестнадцати, считай мой штабной Профессор Принимается Сверху огневым прикрытием и подавлением ПК Обергейтсов Занималась орбитальная батарея Фьюриосити, так? Еще выше болтались три точечника регистратора А на второй Бергео стационарной висела матка Генерал Ну, дальше! Профессор Замысел командования состоял в захвате плацдарма на континенте Жи с целью дальнейшей экспансии землян Поначалу все шло отлично Слабая ПК Обергейтсов, полностью подавленная огневой мощью Фьюриосити, заткнулась Вы пошли в плотные слои атмосферы В это время... Что в это время? Генерал Ну да Случайная термоядерная ракета Обергейтсов угодила во Фьюриосити Профессор Случайная ли? Защита не должна была пропустить эту ракету Генерал Сбой магнитного экранирования, профессор А квантовые ловушки? Генерал Временно бездействовали Шла подготовка очередного залпа импульсных шоттеров Профессор Временно Великое время на 15 микросекунд бездействовали Но положим плевать и на это Поверхностная защита размазала бы бергейский подарочек Если бы не открытая шахта сигнального канала Пять микросекунд была она открыта Пять! И все! Вопрос, Джон Вероятности независимых событий, как известно, перемножаются Я не имел доступа к вашим военным отчетам Каковой признали общую вероятность цепочки событий? Генерал Уцелевший точечник выдал одну десятибиллионную Профессор Атли? Точно превосходно, Джон Это практически невероятное событие Свершилось, генерал Да, невероятное Иначе бы я не только потерял погоны полковника Под расстрел пошел бы Профессор, в самом деле? Генерал Трибунал был Профессор Прости Ладно, да Одна десятибиллионная А теперь посмотрим с другой стороны Пятнадцать ботов ушли вниз, потеряв возможность орбитального маневра Как только неуязвимый фьюриозити испарился, атмосферное ПВО Бергейтсов поднялось на крыло Твой бот имел запас хода и ушел Но это еще не все Ты случайно подобрал один точечник Именно его регистраторы позволили тебе отмазаться перед трибуналом Генерал Вижу, ты прекрасно осведомлен Профессор Не без этого Тебе не кажется, что в этом деле степень везения некоего генерала? Генерал Да! Твою мать, хоть здесь мне повезло Профессор, протянув руку Возьми Надень Генерал Это что, часы? Профессор Часы, часы, подарок Генерал, недоуменно Хорошо Надевает браслет на руку Черт, больно! Профессор Потерпи, сейчас пройдет Биорецепторы для правильной настройки должны хорошо вжиться в кожу Генерал Что это? Это что такое? Профессор Спокойно, Джонни Смотри, у меня на руке тоже такой прибор Стохотрон называется Генерал кричит Ты что, охренел? Пытается содрать часы с руки Те не поддаются Профессор Ты лучше меня послушай Генерал Идиот! Если бы у меня тогда не закончился боекомплект Профессор Ну да, в том белорусском болоте Джон Нет больше ни Белоруссии, ни России Ни Китая Все восточное полушарие накрылось ушами Бергейцы контролируют землю А нам с тобой между тем грозят Большие неприятности Или ты получишь с отставкой прихорошую синякуру? Ведь нет же Так что послушай Тем более, что прибор можно будет снять в моей лаборатории Быстро и безболезненно, если захочешь Дай-ка руку Генерал, изображая факт На! Профессор Ой, как не смешно Если бы у военных была хоть капля юмора Разве сидели мы бы в такой заднице? Смотри, левая кнопка, обычные часы, никаких проблем Теперь нажми правую верхнюю Генерал Ну? Что значит 0.35? Профессор Наконец-то слышу первый разумный вопрос Ты видишь на циферблате научную констатацию закона Бутерброда А именно Вероятность благоприятного исхода ближайшего единичного вероятностного события, в которое тебе предстоит вступить Длинновато, но зато точно Нажми теперь правую нижнюю Что там? Генерал 0.005 Профессор Это вероятность твоего, именно твоего благоприятного исхода в непрерывной цепочке взаимонезависимых вероятностных событий Больше, чем у обычного человека на порядок Ты безунчик, однако и верно Генерал А если... А если высветится единица? Профессор Тогда ты Господь Бог А если ноль, то, соответственно, покойник Джон, когда я говорил, что Господь не играет в кости, я имел в виду именно это В мире на самом деле нет случайностей Генерал Ну, хорошо, допустим Доложи принцип действия этих часов Этой твоей машинке, только не юродству и хватит Профессор Я не собираюсь докладывать тебе современные основы теории единого информационного поля Ты не поймешь и сотой доли математики Даже сами Штепан и Домбровский Генерал Кто такие эти... Профессор Даже создатели этой теории как-то признали, что не совсем понимают ее принципы Так что... Придется тебе верить мне на слово В общем, Джонни, мне нужен уникум Почище тебя Счастливчик, понимаешь? Теория говорит, что такие есть, очень везучие люди Коэффициент 0.8 и выше Ты имеешь доступ к базам данных с личностной тайной Дай мне доступ и я найду его Найду счастливчика Генерал Долго трет щеки Вот оно что Ладно Пускай Одно условие Без меня ни шагу Найдешь сразу ко мне Профессор Джон, это последний шанс Последний, понимаешь? Или я похож на идиота? Генерал Возьми эту блок-карту Пойдешь в базу семьи, активизируешься Пароль там Слушай, Ваня, давай выпьем Профессор Ты же антидот глотал Небось не от хорошей жизни Генерал Психолог, мать твою Ничего, небось, не помру Достает из сейфа виски, разливает Ну За везение Профессор За везение, которого нет Явление второе Отдельная кабина в офицерской контине укрепрайона Детройт-68 За столиком генерал и профессор Генерал Можешь докладывать, Иван, прослушки здесь нет Что это за неожиданные следствия твоей теории? Профессор Ну не моей, но по порядку, Джон, по порядку Я прошерстил базы данных по всем обитателям западного полушария У тебя оказывается очень обширный доступ Это была, скажу я тебе, еще та работенка Генерал, ближе к делу Профессор После тщательного отсева я выбрал шесть кандидатов Достает пачку фотографий Полюбуйся Генерал Ну и рожи Профессор Вот именно Теория дает впечатляюще странные следствия Во-первых, все шестеро мужчины То есть ни одной женщины Во-вторых, все как один алкаши Генерал Однако Профессор Тем не менее, научный факт Пятеро парней очень везучие Но для нас, именно для нас с тобой, недостаточно везучие Зато шестой генерал Это который? Профессор Вот этот Генерал читает Костик Дей Чанк Ну и имя Китаец Профессор Не совсем Коктейль кровей Отец, да, китаец, мать Полуфранцуженка, полурусская Но это то, что нам нужно Парень, что надо Чудный послужной список Смотри сам Три падения с большой высоты Два легких испуга Третий раз перелом нижних конечностей Но надо учесть, что парень падал со ста футов Две автокатастрофы Из семи пострадавших он один отделался легкими ушибами Остальные трупы Генерал Ну, такое бывает Профессор Не спеши, Джон Как говорят у нас русских Это все цветочки, ягодки впереди А впереди, то есть дальше Авиакатастрофа Двести семьдесят три трупа А он жив А теперь, Джон, держись за кресло Бостонскую лихорадку, помнишь? Генерал Еще бы Профессор Он был в эпицентре Генерал Не может быть Там никто не выжил Профессор Достает из папки бумагу Ознакомься Генерал просматривает бумагу Невозможно Нет, не было и не будет иммунитета от бостонского экзовируса Профессор Правильно Просто он не заразился Генерал Ладно Только ставка у меня уже один к шести И так далее Генерал Официант Значит, а чем мы Кстати, сколько нашему будущему другу полагалось за все это? Профессор Нашему будущему другу казино платило пять процентов Не дурно за такой риск, не так ли? Генерал Гроши Профессор Гроши Но господин Чанг успел разорить два притона к ряду Прежде чем смехнули, что тут похоже пахнет серой Тогда ему решили устроить маленькую пакость И Байок все-таки дважды наткнулся на капсуль Генерал И что? Профессор Ничего особенного Первый раз случилась осечка Генерал Ну и? Профессор А во второй раз Произошел выстрел Но пуля Каким-то чудом застряла в мягких тканях И не достигла мозга С тех пор у нашего друга на виске изрядные вмятины И он больше не играет в эту русскую игру Но и это не все Могу добавить, что он дважды попадал под высокое напряжение И должен был попасть в третий раз Причем этот третий раз обязан был кончиться для него печально С электрическим стулом шутки плохи Но, увы Опять же За два часа до казни вышла внеочередная амнистия Как разглянули времена популизма Джорджа Машмалоу Генерал Ох, хватит Твой вывод Профессор Вывод делать рано Парня надо положить под мой большой стахотрон Наручные стахотроны все же довольно грубые приборы Я думаю Его коэффициент не менее 0,75 Генерал Ты скачал все его досье Профессор Да Генерал Ну-ка дай сюда Листает папку Ба! Он обретается в Детройте Черт побери Бар Либида Кафе Соловей Я, пожалуй, сумею достать тебе этого парня Профессор То есть, как это достать? Генерал Спокойно, Ваня Хоть мы и старперы, но тоже кое-чего можем Давай-ка срочно выпьем этот виски из настоящей пшеницы Чокаются Жди моего звонка и, главное, никому ни слова Режим секретности двойной Нет, черт возьми, тройной ноль Явление третье Подземный притон в Детройте Голые бетонные стены, пластиковые столы и лавки В углу два одноруких бандита За одним из столиков Костик Джи Чанг в компании двух собутыльников Он дремлет, уронив голову на столешницу Первый пьяница официантки Алло Алло, толстая жопая Эй, Мэри, толстая жопая, я не понял Оглохла Еще огненной воды Второй пьяница Расслабься, Джонни Или у нас есть лавы Или ты давно вышел из обезьянника? Первый пьяница толкает Чанга Эй, как там тебя? Потом мог дракона У нас есть лавы? Чанг поднимает голову Спокоха, без пены Сейчас все будет Снова роняет голову на стол Первый пьяница Эй, парень, так не пойдет Слышь, обезьяна, ты че плел? Ты че нам тут плел? Чем мы отсюда уползем Не иначе, как взлетев? Улет мне нужен, понял? Я только раскумарился, понял? Нам догнаться надо Я верну, говорю, Джонни Второй пьяница Сто процентов Первый пьяница Хватает Чанга за шиворот Приставляет горло за точку Давай выворачивай карманы быстро Ты понял? Чанг Эй, парни Вы что, парни? Выворачивает карманы Звякнув, падает на пол Жетон для бандита О, вау! Да убери свою железку Сейчас все будет Второй пьяница удивленно Или он очень глупый Или сильно везучий Чанг нагло Сейчас посмотрим Встает, покачиваясь Идет к игральному автомату Первый пьяница Я не понял, Джонни Смотри в оба Сбежит лох Яйца отрежу Чанг скармливает Жетон автомату Бьет по клавишам Затем дергает ручку Через несколько мгновений Раздается упоительный Шелест и звон Чанг Зачерпывая горстями Жетоны с надрывом Гуляем, парни! Первый пьяница Потрясенно Нину, ты понял? Действие второе Явление первое Лаборатория профессора В комнате для гостей Сидит мрачный генерал Раскрывается смежная дверь Входит профессор И Костик Джей Чанг Генерал Ну что, Иван? Как наши дела? Полное дерьмо! Профессор Лучше, чем я ожидал Устал и садится в кресло Чанг Поначалу недоумевая Иван? Русский? Я знаю русский! Громко произносит Несколько чрезвычайно Витиеватых матерных выражений Профессор Да Это да Генерал Что, крепко вставил? Профессор Крепче некуда Талант Большой талант, Джон Коэффициент Ноль восемьдесят пять Уникум То, что надо Мы с тобой молодцы, Джон Генерал молча встает Достает наручники И хватает Чанга за руку Чанг вырываясь Эй, босс! В чем проблема? Мы так не договаривались Генерал Застегивая один браслет На руке Чанга Второй на своей Мы с тобой Никак не договаривались Ты хоть помнишь, что вчера вытворял Чанг Вчера? Не, не помню От бешеной Джейн у меня всегда мозги на бекрень Генерал Дружок твой Официант убил Чанг Не друг он мне Случайный знакомец Генерал А ты копа подрезал Если бы не мои парни Гнить бы тебя в одиночке До скорого и справедливого суда Чанг Вот оно что И что теперь? На опыты меня пустите? Генерал Что-то вроде того Профессор Джон, что ты задумал? Генерал яростно Еще спрашивает Засранец, что я задумал Ты же сам говорил Нам терять нечего А с такой отмычкой Мы заварим Крутую кашу Короче говоря Я собираюсь для начала Взорвать подкову Профессор Ты с ума сошел? Генерал Я твердым умом Как бергейская броня Ты тоже полетишь, Иван Вместе начали дело Вместе и закончим Профессор Чем ты ее взорвешь? Генерал Термоядерной боеголовкой Профессор Откуда она у тебя? Генерал Ты, Иван Становишься слишком любопытным В моем челноке Если тебе это уж так интересно Чанг Это что еще за дела? Какая чертова подкова? Профессор Космическая Чанг Никуда в космос я не полечу Генерал Полетишь как миленький Пикни только у меня И кончишься Достает из кобуры эргострелы Выразительно трясет им перед носом у Чанга Пошли, Иван Чанг свободной рукой хватается за стол Дайте выпить, годы А то помру Дайте выпить Или никуда я не пойду Генерал А что это мысль? Серьезное дело начинаем Надо быть того Вань Что у тебя тут есть? Профессор Только гидролизный спирт Чанг Спаситель Генерал Давай свой спирт Профессор достает из сейфа склянку Наливает в стаканы Разбавляет дистиллятом Чанг Жадно Больше, больше лей Во-во Стоп, в самый раз Для разгона самое оно будет Генерал берет стакан Ну За удачу Профессор Выпив со всеми Джон Что у тебя на стукотроне? Генерал Святые ангелы Ноль четыре Это что из-за спирта? Профессор Из-за наручников Генерал Да А почему не больше? Профессор Мало ли что Снайпер на крыше Или тебя броневик переедет А его кивает на Чанга Нет Вот когда задраем люк В твоем шаттле Тогда и будет больше Чанг развязно Да ты ехидный парень, проф! Явление второе Борт боевого космического челнока Генерала В лажементах Генерал, профессор и Чанг Последний прикован Наручниками к проушине пульта Мигают индикаторы Светятся дисплеи Идет предстартовая подготовка Чанг Слышь, проф! А что у нас за подкова такая? Профессор Боевая геостационарная станция бергейцев Убийцы городов Чанг Что-то я не вкурил И как она, к примеру, их убивает? Профессор Страдальчески морщится Магнитные пробои Аносферы Плазменный атмосферный разряд Ливневые гаммы Рентген излучения Чанг Ничего не понял Я про другое толкую Во всех газетах пишут, что бергейцы Классные парни и наши кореша Врут, что ли? Генерал Ты понял, Иван? Народ спокоен Все окей Бергейцы наши лучшие друзья Дерьмо собачье Чанг Так ее, небось, стерегут Эту вашу убийцу? Профессор Еще как стерегут Муха не пролетит Не то, что боевой челнок Чанг Босс Это надо бы запить Я трезвым никуда не полечу Сейчас как что-нибудь сломаю Вот тут И потом Я тут главный Вискарь взяли, как договаривались? Генерал Иван Ну зачем ты ему все рассказал? Профессор Затем, чтобы он штаны не наложил Тут их стирать негде Генерал Достает из подложемента Пластиковую бутылку С узкой изогнутой трубочкой на горлышке Ладно Пить так пить Сильно отпевает Передает профессору Тот тоже изрядно приложившись Чангу Чанг Пшеничный Натуральный Блаженство Генерал Все Пошла программа старта Ну что? Понеслось дерьмо по трубам Женский голос Борт 173737 Прием Борт 173737 Прием Генерал Ну, че надо? Женский голос Назовите код разрешения на взлет Генерал А пошла ты! Отключает свой канал связи Женский голос взволнованно Несанкционированный взлет Немедленно отключить маршевый двигатель Или вы будете сбиты Мужской голос Я, Беркут Объект исчез с радаров Генерал, ты чекукишь в дисплей Вот так! Женский голос растерянно Как исчез? Ракеты перехвата ушли? Мужской голос Мимо Грубый голос Перейти на резервную частоту Они нас слышат! Генерал Невесомость Мы на опорной орбите Профессор Сколько на вдвоем? Генерал Ого! 0,65 В цепочке 0,2 Профессор Глядишь и выгорит Генерал Заткнись, не сглазь Чанг Многозначительно Ну, раз такое дело А? Генерал молча достает бутыль и несколько тюбиков с закуской Пьют и закусывают Профессор Костик Сколько на вашем приборе? 95? Ну-ну Генерал глядит на дисплей Упс Дерьмо собачье Патрульщики пожаловали В клещи берут Дерьмо собачье Сейчас размажут нас на атомы Профессор Бергейцы Генерал Выполняя орбитальный маневр Черт поздно! Профессор Глядя на свой стахотрон 0,95 0,90 Невозможно! На боковых дисплеях Почти одновременно возникают Две яркие вспышки Генерал Хохочет Чанг Уже с трудом ворочая языком Ты че, босс? Умом попятился? Генерал Переводит дух Они Они друг по другу Вмазали! Вот так-то! До атомов! Вперед! Разматываем метки! На геостационарную Штурман Навигационный Пресайзмент Канонир к бою Достает новую бутылку Смерть Бергейским ублюдкам! Америка навсегда! Перегрузки Хаотически сменяются Невесомостью Так как генерал То переходит в режим Ручного управления То дает порулить Полетной программе Бутылка Выпита Профессор Поет Мы рождены Чтоб сказку сделать Пылью И одолеть Пространственный Простор Генерал Это что? Частушка? Профессор Национальный русский гимн Генерал Бежу цель Чанг Давай В режим Профессор А чем они нам? Генерал Главным лазером На атомы Даю увлечение Тест Увелечение С третьей попытки Попадает В нужную кнопку На обзор На обзорном дисплее Силуэт станции Так и сверкает Чанг А че дыма не видать? Профессор Вакуум Бестолочь Чанг Ну прям Звездные войны Блин Генерал Жмет очередную кнопку Корпус шаттла Содрогается На боковом экране Видно как гладкое Цилиндрическое тело Свергнув дюзами Превращается в яркую звездочку И неторопливо Ползет к подкове Пошла Пошла Родная Достает новую бутылку За победу Профессор И Чанг Хором За победу Профессор Растеряно Не может быть Генерал Смотрит на свой Ноль Вот дерьмо И здесь ноль Чанг Не понял Мы че покойники? Что за шутки? Я живой Профессор Глядит на главный дисплей Что? Что это? Генерал Экран Ловушка Профессор Джонни Джонни Поворачивай Генерал Морщась Поздно Ах ты Черт Все трое Нееет Явление третье Подземный притон Детройте Декорация та же Что и в сцене Из первого действия За одним из столиков Костик Джи Чанг Дремлет Уронив голову На столешницу Из громкоговорителей Под потолком Раздается сигнал экстренного выпуска новостей. Чанг просыпается, недоуменно обводит взглядом стены притона. Голос диктором. Передаем экстренные сообщения. Только что в два часа дня по западному стандарту неизвестными террористами в составе предположительно пяти эскадрильей боевых орбитальных модулей была предпринята попытка нападения на боевую дежурную станцию Бергейтсов, стоящую на страже нашей маленькой голубой планеты. Нападение успешно отражено, все террористы уничтожены. Чанг поднимает руку и тупо смотрит на браслет наручника с болтающимся обрывком цепи. В натуре Господь Бог не играет в кости.